Господа, сегодня мы поговорим о туфлях, которые непривычны для вас. Туфли, которые будут выделять вас среди других. Раньше я рассказывал о первых пяти парах туфель. Я рассказывал о базовых туфлях. Сегодняшние туфли не входят в эти списки. Эти туфли можно прикупить после того, как у вас уже есть базовые туфли. Когда вы будете надевать эти туфли, то готовьтесь получать комплименты от людей. Они будут обращать внимание и спрашивать, где вы их взяли. А вы будете улыбаться, так как это повод для начала разговора. Пожалуй, начну с этой пары. У меня в руках полуботинки с двойным ремешком. Двойные монки существуют очень давно. Где-то еще со средневековья. Сегодня можно заметить изменения. Они стали более эластичными, чтобы нога могла проникать внутрь легко. Вот что мне в них нравится. Что еще по поводу этой пары? Это цвет. Они более коричневые на носке. Вы можете купить туфли светлого цвета, а затем затемнить носок кремами. Мне нравится такой эффект в туфлях. У этой пары такой дизайн носка. Он отдельно затемнен, что придает туфлям более кэжуал стиль. Такие туфли можно надевать с кэжуал костюмом. Они отлично будут смотреться и с джинсами, или серой фланелью. У них также есть перфорированная полоска и всего один шов. Я ходил в таких туфлях примерно год, и скажу честно, этот стежок, он превосходный. В ключевых местах идет двойная прошивка. Вот с этой стороны, где пятка схлестывается с передней частью. Только вместо шнурков тут идут ремешки. Далее у нас идут замшевые туфли. Многие из вас, ребята, боятся носить замшу. Вы скажете, «Антонио, что если вдруг я попаду в лужу, или мне придется идти через грязь?» Что ж, надевайте подходящую обувь. Замшу, конечно, стоит носить, когда это уместно. Вот такие лоферы существуют примерно последние лет 70. Это классический дизайн. Мы его видим повсюду. Это бестселлер среди обуви. Но замша в данном случае – это ключевая текстура. Она сразу выделяется. С такими туфлями необходимо носить и невидимые носки. Только не надевайте их на голую ногу. Потому что нога будет потеть, и туфли начнут портиться изнутри. Такие туфли можно надевать с кэжуал-костюмом, либо с джинсами. Также можно надеваться светлыми или темно-серыми вещами. Может, вы просто хотите купить себе лоферы, если у вас нет ни одной пары. Но на что я обращаю внимание – это замша. Давайте теперь поговорим о цельных туфлях. Для меня эти туфли ассоциируются с уверенным в себе человеком. Он точно знает, кто он и что делает. Поэтому он не боится выделяться. Можно купить черного цвета. Они будут потрясно смотреться со смокингом. Только отполируйте их до блеска. Можно взять кроваво-красные, темно-коричневые. Ну или даже светло-коричневые, в случае, если на вас будет светло-серый костюм. Это будет красиво. Почему этот дизайн такой красивый? Для создания таких туфель берется целый, без пятен кусок кожи. На таких туфлях должен быть скрытый стежок Блейка или Гудьер. Оба они очень прочные, только у Гудьер более толстая подошва. Но они оба прекрасно справляются с работой, и их можно заменить. Но по мне так, скрытый шов для них подходит гораздо лучше по дизайну. Друзья, вот эти три модели туфель на сегодня. Хотел бы услышать от вас, чтобы вы добавили. Можете сказать, Антонио, ты все напутал, я бы сделал так. Друзья, вы знаете, что мне нравится учиться у вас. Спасибо вам, и до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok